Здравствуйте, это программа Город С, и я Елена Чернявская. Классическое образование – понятие, все чаще обсуждаемое в современном обществе. Причем как положительное, хотя и не совсем понятное явление. Сегодня классическое образование в том виде, в котором оно существовало ранее, получить крайне сложно. Понять особенности классического образования нельзя без изучения исторического аспекта темы. Вот в чем же именно состоит его специфика, нужно ли классическое образование сегодня, говорим на эти темы с моим гостем в студии Петр Серафимович Кабатов, заведующий кафедрой Российской истории Самарского университета, доктор исторических наук, профессор. Здравствуйте, Петр Серафимович. Добрый день. Рада приветствовать вас в студии. Ну вот тема заявлена, давайте побеседуем. Нужно ли классическое образование сегодня? Вопрос открытый. Как считаете вы? Конечно, оно нужно. Университетское образование и сейчас котируется достаточно высоко. Почему? Потому что человек, который поступает в университет, он изучает фундаментальные науки, как естественные, так и гуманитарные. И вот это образование, оно дает возможность стать человеком, который очень спокойно может менять профессию. То есть универсальное, можно сказать, да? Универсальное состояние такое. Он свободно переходит из одной отрасли в другую. Хорошо это или плохо, Петр Серафимович? Это очень хорошо, почему вот я на собственном опыте убедился, я за свою жизнь прошел несколько таких стадий, ну, начиная от труда в колхозе, потом, значит, на заводе, слесарь, премиалист, потом, будучи в Советской армии, был и строителем, вот. А затем поступил в университет в Казанске, и там получил собственное образование. Вот. И... А до этого, до университета, я где-то два с половиной года учился в Керосинке. Керосинка — это нефтяной институт имени Губкина. Факультет автоматики и телемеханики. Ну, вы знаете, вот, когда я изучал высшую математику, там, начертательную геометрию, какие-то начала профессиональных знаний, было очень скучно. Вот. И я понял, что это не мое, поступил в Казанский университет, а потом, значит, тут же меня взяли в Советскую армию. Вот. И обучаясь в Казанскому университете, я понял, что, в общем-то, важна не специальность, а важна вот эта ситуация, когда ты должен стать образованным человеком, когда ты можешь осваивать новые-новые пласты знания. И тем самым вот этот принцип неваляшки, он появляется. Вот, если говорить о нашем случае, у нас здесь, в Самаре, в Куйбышеве, в Куйбышеве были в основном отраслевые институты, допустим, педотехнический институт, педагогический, авиационный, строительный. Вот. И не было университета. И вот случилась такая вещь, когда слой интеллигенции, он где-то на 90 с лишним процентов состоял из инженеров. То есть инженерно-техническая интеллигенция, она обладала. Гуманитарной интеллигенции, по сути дела, не было. Вот. И, в общем-то, ситуация складывалась таким образом, что вот в середине 60-х годов Саратов и Куйбышев соревновались между собой. Вот. И дело в том, что и в Саратове, и в Куйбышеве возник очень мощный военно-промышленный комплекс. И вот местная интеллигенция, наиболее продвинутая, она считала, что нужно создать здесь академические институты. И вот здесь сюда приехало несколько академиков, общались они в обкоме с представителями власти. И речь зашла о создании вот типа филиала Академии наук в Куйбышеве. Как раз вы говорите в историю, откуда идут корни классического, самарского образования. Да, самарского. Вот. И, значит, когда стали обсуждать, то академики как-то в один голос сказали, ну, у вас нет классического университета, у вас инженерно-технические специальности реализуются. А вот математика, физика, химия, биология отсутствуют. И гуманитарные специальности тоже они как-то в туне. И поэтому в 1966 году было издано постановление правительства об открытии Куйбышевского университета. Вот. Но на самом деле ведь корни-то достаточно далекие. Дело в том, что университет существовал с 1918 года по 1927. Но из-за того, что не было финансов, и поменялось вот этот парадигм, видение того, каким должно быть образование, власть почему-то тогда считала, что отраслевые вузы нужно развивать, а не университеты. И университет был адекватирован. Поэтому вот кое-что от университета оставалось все-таки. Допустим, медицинский институт, он был основан на базе медицинского факультета университета Самарского. Педагогический институт. Потом был создан в 1919 году сельскохозяйственный институт. Но он сразу же отпочковался. Но все-таки мы считаем, что это наш, потому что мы являемся создателями этого университета. Петр Серафимович, ну вот все-таки 50-летие классического университетского образования. Скажите, пожалуйста, что он представляет из себя сегодня? Ну, вы знаете, вот я хотел бы сказать, что вот 50 лет назад на студенческую скобью село 200 студентов всего-навсего. Это математики, физики, химики, биологи, историки и филологи. Вот за эти годы все-таки мы существенно нарастили число специальностей, а потом тут появилось, значит, вот это направление подготовки бакалавриат, магистратура. Вот. И, в общем-то, за эти годы мы подготовили около 60 тысяч специалистов. Да, профессиональных. И фактически, если сейчас вот приходишь куда-либо, да, в любую организацию, ты видишь наших выпускников. То есть вот эта задача подготовки элиты, академической элиты, научной элиты, гуманитарной элиты, она была выполнена. Но тут появилась такая ситуация, когда, значит, местная власть решила соединить два вуза, СГАУ и наш университет. И сейчас вот Самарский государственный университет представлен двумя институтами. Ну, хорошо это или плохо, то, что соединили здесь... Мне кажется, только может показать время. Это только время покажет, да. Но вот иногда можно услышать, что решен конец университету, но университету не может прийти конец. Почему? Потому что вот за эти годы были созданы очень мощные научные школы. Они сохранились и сегодня, допустим. Вот химики, биологи, социологи, историки, филологи, математики. Вот. И мы же занимались и только подготовкой специалистов для предприятий, но и готовили кадры для высшей школы и в том числе научно-исследовательских институтов. Подготовлено коммунальное количество кандидатов и докторов наук. Вот только историками за эти годы, по моим подсчетам, где-то 160. Вот только наша кафедра, 160 кандидатов наук и свыше 40 докторов наук. Есть диссертационные советы. Вот почти по всем специальностям. Математика, химия, биология, истории, филология, педагогика. Вот были диссертационные советы. Это сейчас у нас три по праву, истории и педагогике. Петр Серафимович, а я вот хотела... Да, и открыт еще филологические, филологию. Я хотела вас спросить, а вот как вы считаете, соответствует ли уровень современного классического университетского образования на сегодня общественным запросам? Ну, вы знаете, многое меняется в жизни. Дело в том, что, конечно, университет становится совершенно другим, чем, допустим, 30 или 40 лет назад. Да, мне кажется, даже 10 лет назад уже не существует. И даже 10 лет. Дело в том, что изменилось и время, и историческое пространство. Иные потребности, иное видение, иные жизненные интересы. И другие студенты. Хотя, в общем-то, если так по-серьезному говорить, студенты не изменились. Вот я сопоставляю... Вот я, кстати, не от первого от вас слышу эту фразу. Я вспоминаю и свои студенческие годы, и потом время, когда я стал практикующим историком, преподавателем. И я вижу, что вот интересы, они, жизненные интересы, они остаются традиционными. Но что изменилось? Изменилось, конечно, то, что студент стал более подготовлен в информационном плане. Вот компьютерная технология, тем более, что каждый имеет буквально телефон, а там же и компьютер, и он может связаться с любым человеком, и с любой организацией, библиотекой. Вот это очень важно. Второй момент – это то, что появляется больше возможности для студента в участии не только, ну, по-традиционному, можно сказать, в общественно-политической ситуации, там во всяких там плясках, танцах, там студенческих веснах, ну, где студент должен показывать себя как-то, что вот он живой человек. Я сейчас думала, вы скажете, олимпиады, различные научства, сообщества. Олимпиады. Олимпиады тоже. Почему? Потому что мы, во всяком случае, вот проводим ежегодно королевские чтения в честь основопомощника космонавтики нашей, уже реальной, я имею в виду, академика Королева, и Платоновские чтения, посвященные памяти академика Сергея Федоровича Платонова. Но это всероссийские чтения. Но, тем не менее, мы направляем наших студентов на всевозможные конференции, олимпиады, они очень активно участвуют. И за это они получают баллы. И эти баллы как-то учитываются, когда им начисляют стипендию. Ну, в образовательном процессе. Петр Серафимович, хотелось бы перейти к не менее важной теме, уж с кем как не с вами поговорить об историческом факультете. Вот зачем сегодня, скажите мне, пожалуйста, поступать на ИСТФАК? Ну, вот первое, что приходит, по крайней мере, мне на ум, это по меньшей мере интересно. А вот что еще? Ну, вы знаете, ведь, кажется, вот традиционно существует такое еще с Пушкина мнение, что вот это летописец, вот он сидит в келье, и вот он переписывает эти вот ветхие страницы, уже обветшавшие там, и что-то добавляет в свое. Ну, на самом деле, это путешествие в прошлое, это познание. Это ситуация, когда историк становится следователем. Но не только следователем, но он занимается реконструкцией событий. То есть он пытается из каких-то разрозненных фактов воссоздать это событие. Причем это очень интересное явление, когда современный историк, он должен использовать междисциплинарные методы. В том числе, допустим, и вот когда-то была такая земская статистика, да, вот, ну, некоторые считают, что это очень скучное явление, но существуют математические методы обработки данных, существует моделирование исторических и экономических процессов. Это очень интересно и занимательно, да. Но есть и другие методы. Допустим, вот мы знаем, что в XIX веке историки должны были очень активно вторгаться в изучение законодательства российского и западноевропейского, американского, что дает законодательство для историка. Ты видишь, как, собственно, начинает функционировать общество по тем или иным законам. Почему между обществом и властью возникает громадная пропасть, и в результате этого вспыхивает революция. То есть взаимоотношение власти и общества. Но есть и другая такая вот интересная проблема, которая стала... На Западе она разрабатывалась очень давно, но сейчас она властно занимает позиции. Это повседневность. Это изучение самочувствия человека или отдельных социальных групп. Как они воспринимают события, что с ними происходит. Как они осваивают новые социальные практики. То есть это достаточно интересно, и студенты очень активно начинают изучать эти процессы. Ну и второй момент. Мы пытаемся все-таки видеть в наших студентах не учеников, а коллег. То есть мы на равных с ними общаемся. В общем-то основная задача наша состоит в том, что мы занимаемся ловлей человеков. Ну вот все-таки, что можно сказать именно сегодня? Я недаром делаю акцент на этом. Какое современное историческое образование нужно нашим студентам? Ну, я думаю, что классически наш студент, выпускник, он должен быть и сценаристом, он должен быть и режиссером, он должен быть и актером. То есть если все эти составляющие есть, значит, будущее для него обеспечено. Но самое главное, он должен уметь писать тексты. И этот текст, вот, кстати, одна из ошибок многих начинающих историков, когда они начинают писать наукообразные сочинения. Когда в этих сочинениях моя соседка-бабушка ничего не понимает, приходит и говорит, внучок, ну что они тут написали, какой-то гендер, гендер, там, еще что-то, вот, что это такое? Вот, то есть надо писать так, чтобы тебя понимали. И пионеры, и пенсионеры. Да. И ученые. И ученые, соответственно. Вот, и тогда будущее обеспечено. Петр Серафимович, ну вот, а как бы вы охарактеризовали исследовательскую ситуацию в современной истории? Ну, она очень интересна, в каком плане. Вы знаете, мы многие десятилетия писали о деятельности генеральных секретарей, великих князей, императоров. Но мы не писали о народе, о самочувствии его, вот, и о том, вот, что же было на самом деле. Вот, этот налет мифологии, он многие столетия сохраняется. Вот, снять эти мифы, показать историю такой, как она была, это одна из настоятельных задач. Вот, понимаете, мы недавно, где-то несколько лет назад задумали, написали очень интересную книгу «Обретение Родины». «Обретение Родины» возникло не случайно. Почему? Потому что, вот, когда я приехал сюда, ну, еще в Казани, я понял, что вот по-болуше оно в значительной степени было пустынным. И оно, начиная с 16 века, стало заселяться людьми из разных регионов страны, в том числе немцы. Ну, кто только не поселялся здесь. И вот они приходили из разных мест, они попадали в иные климатические условия, в иные почвенные условия. И они должны были заниматься созидательной деятельностью и общаться с местными народами. Воспринимать от них какой-то производственный опыт и культуру материальную. И вот это взаимодействие культур, обретение новой родины этими людьми, создание вот новой общности, поволжской общности. Она отличается, допустим, наши самарские люди существенно отличаются, допустим, от пензиков. Или от... Пензенцев. Пензенцев. Или от симбирян. Или от казанцев. А с нижним тем более. Новгородом не сопоставишь. Даже дилектные особенности появляются. Нижегородцы окают. Наш самарский житель, он... Понимаете, в чем дело? Он такой свободолюбивый такой. Он не зашворен. Он способен на многое. Вот. И... Почему он такой? Он подышал этим воздухом свободу. Он почувствовал себя вольным человеком. Независимым от государства, да? От помещика. И он способен на многое. Вот. Созидательная деятельность самарцев, она иногда удивляет. Но это, в основном, все-таки, это проезжие люди. Эти люди, которые приехали сюда, и для них самар и самарские степи стали новой Родины. И вот это, этот двухтомник, он вызвал очень большое интерес у исследователей. Есть и второй момент, когда мы должны наполнять историю живыми людьми. И в этом плане биографии людей. И это не важно, допустим, чиновник, который занимал большую должность, или общественный деятель, или писатель. Для нас интересен любой человек, потому что в его жизни, как в капле воды, отражается история России. Очень интересно то, что я и сам занимался собственно родословной, да, вот, и это очень важно знать, кто твои предки, откуда они пришли, чем они занимались. Вот я довел свое исследование где-то до середины 17 века. Вот. И я выяснил, что вот даже изменилась и фамилия. И я понял, почему фамилия... Выставляли свою генкологическую древу? Да, почему фамилия звучит это так. Что меня подвигло? Я знал, конечно, очень много из своей родословной, но как-то одна из студенток на мой вопрос, как зовут твою маму, и какое у нее отчество, она смутилась и как-то очень невнятно стала отвечать. И вот я понял, что вот этот интерес к собственной истории, он у нас как-то не очень явно обозначен. Петр Серафимович, но тем не менее я хочу вас спросить, чтобы вы привели пример успешной исторической деятельности именно исторического факультета, который существует уже сегодня. Ну, вы знаете, очень интересно то, что вот мы в общем где-то до 69-го года здесь не велось археологических исследований. Возникла школа археологов создателями ее была Галина Ивановна Матвеева, которая приехала из Уфы сюда. И ее ученики и у нас, и в Пединституте продолжают ее дело. Вот Муромский городок – это уникальный памятник Средневековья. Другие археологические памятники. И ее работы они высоко котируются и ценятся. Вот в следующем году будет съезд археологов, археологический съезд здесь в Самаре. Это признание того, что значимое исследование. У нас не изучалась истории 16-18 веков, не было специалистов. Дубман Эдуард Львович, Юрий Николаевич Смирнов, Людмила Михайловна Артамонова, они внесли большой вклад в изучение этих столетий. Далее, конечно, я хотел бы сказать безусловно и о рарной истории, о том, что из себя представляло крестьянство. История крестьянства тоже, по сути дела, не изучалась. История революции 1917-го года, вот, Надежда Николаевна Кобытова, она занимается ее ученики. Ну, очень большое количество исследований по повседневности. Вот, недавно была защищена докторская диссертация по повседневной жизни российского казачества. То есть, мы увидели, каким было казачество накануне революции. Или, допустим, наш ульяновский коллега, мой ученик, это все мои ученики, он написал о повседневной жизни колхозного крестьянства послевоенного. Или Зоя Михайловна Кобузева защитила в Саратове докторскую диссертацию о мещанстве. Вы знаете, вот, история мещанства, она, и вообще само мещанство, она во многом тоже мифологизирована, и как-то мещанство у нас подается несколько негативно. А на самом деле, я когда давал эту проблему, я ставил цель как-то реабилитировать мещанство. Вот, среди мещан были не только вот, люди, которые сидели в каких-то своих квартирках и занимались рукоделием, опекали детей, но были профессора, писатели, ученые, врачи. Научная интеллигенция. Научная интеллигенция, актеры. Великолепно. Петр увлечения наукой. Ну, здесь было несколько таких смешных ситуаций, даже анекдотического плана. Мой учитель Вальсон Григорий Намумович, участник Великой Отечественной войны, он еще был очень увлекался сбором всяких старинных вещей, часов. Я помню, как тащил двухпудовые часы к нему на четвертый этаж. Вот, но дотащил все-таки. И он мне говорит, Кобытов, вот ты знаешь, вот есть такая вот тема интересная, вольное экономическое общество казанское. Иди в библиотеку, а я погружился с девочками в библиотеке, и когда я приходил к ним в читательный зал, они мне тут же давали все книги. Там пневмопочта. 20 минут буквально книги уже несут. И вот они принесли эти книги, я за эти 20 минут успел сходить в столовую, пришел, раскрываю эти книги, книги такие в кожаном переплете, золотой обрез, там замечательно. Начинаю перечитать, лежу там в сейлке, в веренке, жатвенные машины, коровы, кони, свиньи, овцы. И у меня вот так. И я уснул. Прихожу на следующий день, говорю, Григорий Новомыч, не впечатляет. Не впечатляет, а потом, значит, когда уже я стал собственно аспирантом, мне дали такую тему, значит, беднейшее христианство в союзе к малютере. Я когда стал изучать, я понял, что это не мое. И пришел к своему научному руководителю Ивану Михайловичу Янкову, я буду заниматься Столыпинской реформой. И вот я возвратился, понимаете, опять к сейлкам, веренкам, к реформам, к христианам, к своим любимым. Но здесь вот во многом еще связано с тем, что я сам крестьянин. Я не дворянин, не купец, не мещанин. Я из крестьянской семьи. И поэтому вот я знаю, 17 лет живу в лухом таком в Равнижском селе, я знаю вот эту крестьянскую жизнь изнутри. И для меня она интересна. Там очень много поэтики. Но историки написали правду в тех книгах, которые вы тогда изучали. Писали правду, но кое-что надо было менять. Ну что же, спасибо вам большое. Наше время подходит к концу. Вот прям буквально маленькое обращение ко всем тем, кто нас сегодня смотрел. Что вы хотели пожелать? Ну что, вот в таких случаях пробуйте себя. Вот. Если даже вы ошиблись в жизни, это не означает, что жизнь закончена. Надо уметь преодолевать любые препятствия. И учиться. Нет. И самое главное преодолевать себя. Вот собственную ленность, собственное какое-то желание немножко прилечь на диван или отвлечься куда-то, сходить. Вот все-таки наука, современная наука, это двигатель жизни. Спасибо большое. Петр Серафимович Капутов сегодня был у нас в гостях. Благодарю вас. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу Город С. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. Спасибо.